Итак, моя возможность на разработке стольных функций для анализа неспецифических взаимодействий и использования мегануклеаза с использованием глубокого машинного обучения. Собственно, постановка задачи в чем заключается? Мегануклеазы – это класс мегануклеаз, обладающий особенностями, делающими их перспективным инструментом для геномного редактирования. Но проблема мегануклеаз в том, что очень сложно задизайнить мегануклеазу под конкретную последовательность. То есть, например, в случае Цинкфорф Парсов или Таленс, их очень легко задизайнить под конкретную последовательность, потому что там отдельные домены отвечают за связывание с отдельным нуклеотидом в ДНК. А здесь такого преимущества нет. Для дизайна мегануклеаз используются подходы розетты, которые позволяют оптимизировать взаимодействие между ДНК и духом, мутируя белок, соответственно, компьютерными методами и минимизируя энергию взаимодействия между ДНК и духом. Проблема в том, что этот подход не учитывает возможности неспецифических взаимодействий. То есть, он учитывает взаимодействие только между белком и одной последовательностью ДНК. Если в этой последовательности поменять один нуклеотид или два нуклеотида или сколько угодно нуклеотидов, то подобные взаимодействия этот подход учитывать не будет. И чтобы учесть эти неспецифические взаимодействия все разом, я решила использовать методы машинного обучения для того, чтобы разработать коин-функцию, которая будет сразу учитывать взаимодействие с определенными нуклеотидами. Я решила использовать архитектуру массив, потому что она позволяет обрабатывать белковые поверхности основным способом, как это работает. То есть, у нас имеется точка на поверхности, берется некоторый геометический радиус вокруг этой точки, и этот радиус затем обрабатывается круговой эволюционной сверткой, несколькими слоями. И таким образом, для каждой точки мы получаем финкерплинт, который может в дальнейшем обрабатываться в зависимости от задач. Проблема в чем? В том, что для каждой точки ее геометрические параметры или химические параметры считаются классическими методами, которые достаточно долгие. И сама поверхность тоже рассчитывается достаточно долго. Для этого авторы метода массив использовали некоторые оптимизации. Во-первых, расчет поверхности теперь ведется тоже с помощью исходных методов, которые позволяют набросить точки и методам геометного спуска, двигать их в физическом силовом уголе таким образом, что они равномерно открывали поверхность. И это делается достаточно быстро. И затем, что касается химических признаков, то они их вообще не рассчитывают, а используют некоторые полноосвязанные нейросети для того, чтобы генерировать свои химические признаки из ближайших точек атома. На таких задачах уже тестировалась эта нейросеть. Эта нейросеть уже тестировалась для того, чтобы классифицировать карманы связывания, чтобы определить электрон, который связывается в этом кармане. Для того, чтобы определить область блок-докового взаимодействия. И в некотором аналоге дотинга, когда идет быстрый скрининг по базе данных на предмет делка взаимодействующего теста. И на всех этих трех задачах показаны достаточно качественные результаты. То есть, в предсказании ДНК-докового взаимодействия эта архитектура тоже могла бы сработать. Вот, что я хотела сделать. Я хотела, чтобы для каждой точки поверхности предсказать тип нуклеотита, который связывается в этой точке. Либо, отсутствие связывания. Для начала я решила бы протестировать эту задачу проще. Просто сделать динамную классификацию, чтобы для каждой точки предсказалось, связывает она дырка или не связывает. И что у меня здесь существовало. Во-первых, я подготавливала доносет в базе данных структур ДНК-доковых комплексов. Я взяла все структуры комплексов ДНК-делок. Почистила базу от слишком больших и слишком маленьких структур. Вот. Затем рассчитала точку прожарности с помощью функционала. Вот. И для каждой точки я определила метку взаимодействия либо взаимодействия ДНК, либо отсутствия взаимодействия ДНК, либо метка типа нуклеотита. Вот. И поскольку метод нулевого класса больше всего, при обучении существовала сбалансировка, когда количество точек нулевого класса проводилось в соответствии точкам не нулевого класса. Вот. И, соответственно, как это развивалось? Во-вторых, вся выборка была случайно отбита на тренировочную и квалификационную. А для тестовой выборки я брала репрезентативную структуру всех семейств. Там это тоже из базы данных. И брала их в качестве тестовой выборки. Вот. Что я использовала при обучении, какие модификации на типов моделей. В оригинальной статье для представления химических признаков для каждой точки использовалась полноцветная сеть, которая принимала на вход вектор из типов 15-16 ближайших к точке атомов и, соответственно, обратных расстояний до них. Вот. Но мне не очень понравилось, что там не учитывается направление на атомы. И я решила модифицировать эту сеть таким образом, что это учитывалось. Вот. И здесь это описано. То есть брала 15 ближайших атомов. Потом я брала векторы до них. Перемножала с вектором… Перемножала с планход закодированными типами векторов. И, значит, затем это складывала. Нормализовала на протяжении длины. Ну, собственно, вот тут формула. Это достаточно сложно пламя описывать. Вот. И, соответственно, затем эти химические векторы уже подавались на вход конгуляционной части сети. И, так же, для сравнения я использовала динамик RAP-CNN для сравнения с конгуляционной сетью массив. И, соответственно, для представления использовалась трёхслойная полосатная сеть с одним импультом для минантной сегментации или с печью выходами для мультиклассовой сегментации. Вот. И, так же, для оптимизации использовался либо MPCL для динамик сегментации, либо FOPL для мультиклассовой. Вот. И ещё относились к агументации, агументации ротации структур. Результаты какие у нас получились? Во-первых, задача бинарного прискатания для местных другого взаимодействия и его отсутствия. Во-первых, стоит отметить, что динамик RAP-CNN совершенно не заставляет в конкуренции массиву. Вот. И, так же, я сравнила классический метод динамик с моим, который я придумала. И, как можно заметить, вот. Мой. Он немного хуже представляет, но зато он практически не переобучается. Вот. То есть валидация всё-таки лучше осуществляется. Вот. Что ещё надо сказать? И, так же, я решила проверить свой метод на оригинальном датасете Beelon.com замокителей, который использовали авторы статьи. Вот. И, как оказалось, почему-то мой метод немного хуже работает, чем их классический метод. Вот это мой. Ему запретить классический. Но на моём датасете он работает лучше, так что ограничимся этим. Вот. Что касается мультиклассовой задачи. Результаты немного удовольствующие, потому что Rock-a-Rook не превышал 0.68%. О, просто 68%. Просто 68%. И даже подбор энергетика параллитра gamma focal loss не дал незначимых результатов. То есть они примерно все работают одинаково. Вот. И, как можно заметить, никаких значимых результатов. То есть тут тоже незаметно. То есть вот какая костинга должна происходить. Как должна развиваться поверхность духа. А как она развивается. То есть это не очень, так сказать, имеет смысл. Вот. Тем не менее, если посмотреть на кривые, на Rock-кривые, можно заметить, что основная часть все-таки находится в какой-то более-менее адекватной зоне. Ну, как минимум какое-то обучение там происходит. Что касается вот этой вот части, которая обучается немного неадекватно. Я тогда решила посмотреть, какие туда структуры вошли. Во-первых, туда вошли небольшие структуры, каких-нибудь дептидов. И в чем проблема обучения на маленькой... В чем проблема при создании маленькой структуры в том, что геометрические признаки для точек считаются классическими методами. Если структура маленькая, то там, соответственно, происходит немного отклонение о среднем при расчете геометрических точек. И, соответственно, они могут неадекватно влиять на результат. И также туда вошли структуры, которые связывают диэнуклеативные одноцепочечные ДНК. А так как основная часть выборки состоит все-таки из длинных двухцепочечных ДНК, и, соответственно, такие небольшие... В общем, такие структуры тоже немного отклоняются от цели предсказания. И также туда вошли всякие виновные классы, которые представлены в датасете одной или двумя структурами, такие как, например, вирусные капсиды. Но задача предсказания, связанная с вирусом капсидом, это довольно эфириальная задача. То есть, если бы я и капсидала, то, конечно, этого бы не произошло. Я этого не делала. Вот. Какие можно сделать выводы? Во-первых, AtomNetware, то есть моя модификация для расследования по аистемическим признакам, более кондуктивна именно на моей задаче. Во-вторых, доказана эффективность архитектуры массива для предсказания дентактов полных заградителей. Ну и предсказания типа, но для тебя требуют дальнейших исследований. Конечно, цели моя работа пока не достигла, но я считаю, что это все равно хороший результат, потому что до этого предсказание дентактовых взаимодействий методами от эпоха машинного обучения – это задача никем не разрабатывать, и для первого шага это не плохой результат. Спасибо большое. Впечатляет. Коллеги. Ну, если можно, я расскажу. Я просто прошу, если я правильно понял ее работы. Есть некоторый метод, некоторый массив, который на ход получает описание молекулы, гирует эмбетинг, который можно потом использовать уже для каких-то даунстримов глазачи, например, там взаимодействие какие-то. Ну, эмбетинг получается для каждой точки поверхности. Для каждой точки поверхности свой эмбетинг и какая-то, видимо, связь между ними. Ну, связь учитывается при расчете эмбетинга. Да. Ну, вопрос, если именей много, они должны быть как-то упорядочены, да? Ну, они же образуют поверхность, да? Ну да, они образуют поверхность. Соответственно, как они должны быть упорядочены, я не очень понимаю. То есть, там для каждой точки поверхности свой эмбетинг пополам не суммируется абсолютно на весь делок. То есть, для каждой точки поверхности мы получаем взаимодействие или отсутствие взаимодействия, или вообще… То есть, результат мы получаем для каждой точки поверхности. А что подается на вход вашему персинктрону, в таком случае, если у нас много белков, да? Что же ему подается? Классификатору? Классификатору… А, в смысле, что используется в качестве бача? В качестве бача используется как бы отдельный белок и, соответственно, все точки одного белка используются в качестве бача. Одна точка чем кодирует? Координатами? Одна точка? Ну, изначально она кодируется координатами. Просто затем она просто… Сейчас. Я не очень, наверное, грамотно описала работу этого алгоритма, который из двух этапов состоит. Вот. То есть, изначально вам подаются точки в виде координат метод и типов атомов. Это еще не поверхность, это еще атом. Затем с помощью методов. У нас набрасывается поверхность. Для каждой точки поверхности у нас берется тоже координаты. атомов нет. Затем, с помощью метода атомов нет и атомов нет, это, кстати, не тот атомов нет, который можно загубить, там есть соответствующие статьи. Это другой ампорт его также назвали. Вот. Соответственно, с помощью метода атомов нет, с помощью для из каждой координаты… В общем, для каждой точки считается вектор из квалифимических призменов и геометрических призменов. Вот. Для их расчета используются, соответственно, координаты каждой точки и, соответственно, координаты точек атомов. Для того,ктобы определить вбирающие точки Атона , Thom, для того чтобы использовать их в этих полносл curve, оценных мудлях. Для каждой точки мы получили свой видинг. Да. Для каждой точки мы получили свой видинг. И нам... на выходе у нас куча эмбидингов никак ни с собой не связаны, да? А. Да. На выходе вот здесь у нас есть куча эмбидингов для каждой точки никак ни с собой не связаны. Для того,чтобы их связать, используются квазикомванный которые я писала здесь, то есть квадратический радиус для карты точки берутся приближающие точки, а их имбеддинги проецируются на плотность перфекционерной нормали от точки, и затем вот эта вот карта используется для расчёта нового имбеддинга, для точки уже связанной. И уже эти имбеддинги идут... И они подаются вашу модель, которая классифицирует, да? Ну да, это просто обычное полосказное. Так, и новизна состоит в том, что раньше подход использовался для мероприятия, да? Да. А вы здесь каким-то образом закодировали ДНК, если я правильно понял, да, и... Нет, это как бы у нас есть... Что? Что-то здесь... Новизна. Ну да, раньше это использовалось для распадания белом долговым, для мероприятий, а здесь у нас ДНК будет. То есть, мы как бы тут... А вот... А вот... Ну, чтобы закодировать ДНК, вам пришлось делать какие-то модификации, да? С... Ну... А... Для... Ну, как бы... В чем, собственно говоря, изюминка работы? Я так хотела примерно понять, да? Ну... Ну... Раньше было для белков, теперь мы что-то поменяли? Ну, глобально никаких, как бы, различий нет. Различия только в деталях. То есть, в оригинальной работе для кодирования использовались... Для кодирования использовались пять... Да, шесть типов атомов в белке. Там, как бы, сирен включался. Я решила, что в ДНК, связующих ДНК, сиренов тогда не бывает. Поэтому... Вот. И что еще? По сути, там просто... Как определяется взаимодействие точки конкретной с ДНК? То есть, просто через расстояние до поближающего атома. Если оно меньше, то есть я на СН. Вот. Если я не ошибаюсь, в оригинальной работе при определении расстояния ДНК до ДНК... При определении сиренования ДНК до ДНК... Там, во-первых, у них как-то странно происходило. То есть, у них была оригинальная поверхность. То есть, полученная классическими методами. На нее, как бы, были намечены метки взаимодействия. И затем они делали свою поверхность с помощью своего метода. И на нее уже эти метки взаимодействия переносили. А как эти метки получены? Наверное, допрос через расстояние. То есть, вы отправили на вход массиву вместо белка ДНК, да? Вместо структуры белкового комплексовая структура ДНК ДНК. Ну да, глобально там различий нет особо. Ну разве что тут еще встали в бутикла, то есть, чтобы определить какую-то традицию. И выяснили, что эта модель так тоже работает. Так можно использовать. Ну, вообще-то, строго говоря, в задаче представления ДНК духового взаимодействия немного легче. Потому что белок духового взаимодействия все-таки, как это сказать, Ну, они более разнообразны. Все-таки поверхность, связывающая ДНК, она как бы имеет свои какие-то стандартные признаки. Вот. И это, в принципе, можно понять по результатам. То есть, тут как бы ДНК, по поводу, надеюсь, у нас 95 достигает, а тут только 85. Долго. Вот. Ну это, 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 это для вашей задачи, 80-ти кем достигает, да? Нет, 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 нет. И здесь нет? На моей задаче ДНК духового у нас 95, а на задачи ДНК духового у нас 85. Это, ну, вот это график карты, нет? Это, ну, вообще-то здесь должен был быть оригинальный график из их статьи. Ну, во-первых, я просто переделала, вставляла туда, а там, да. Во-вторых, который… Это, это график из их статьи, который учил результат. Ну, это график, эскерирующий их результат, полученный с помощью моего кода, практически полностью переделала их кода. Ну, то есть, да, это как бы для их дата сета. Ну, и, собственно, вот, что мне хотелось понять, вот этот результат, который вы получили, да, там, 0,9 для динамической классификации. Да. Как он будет воспринят, ну, вашими коллегами? Как вы предполагаете? Мои коллеги говорят, что больше 85 – это нормально. То есть, если меньше 85, то это уже, как бы, ближе к случайности. А если больше 85, то это уже, как бы, результат убегабельный. Легко. 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 Здесь у нас тоже. Уже, армией, потянули движение. А сейчас вы можете, кстати, форекс. Свами-произору? Продолжение следует...